Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа 36.6 в студии Зарина Десикеева и мы начинаем. Как уберечь малышей от инфекции? Вакцина как способ профилактики. Правильное питание, мода или здоровый образ жизни. Программа управления заболеваниями, как она реализуется в Акмолинской области. Каждый ребенок появляется на свет стерильным, в его организме нет никаких микробов. Но еще в роддоме уже в первые часы после рождения он приобретает массу новых, невидимых глазу, не всегда безобидных знакомых. Как же уберечь малыша от этих инфекций? На этот вопрос нам ответила детский врач Александра Вурц. Прививки необходимы человеку для того, чтобы избавить от страшных заболеваний, таких как паротит, краснуха, столбня, гепатит, полемиелит и других. Благодаря правильной вакцинации вырабатывается иммунитет на перечисленные заболевания. Ни один из новорожденных не застрахован от эпидемиологических вспышек, поэтому прививка – это единственный способ профилактики страшных инфекций. Прививки начинают получать дети с периода новорожденности, то есть в роддоме. Это основные наши прививки, это БЦЖ, наш БИЧ, так скажем, нашей страны. В дальнейшем прививки идут в 2, 3, 4 месяца и в год. Это самые основные, которые мы делаем. Дальнейшие уже дальше идут. Для чего мы это делаем? Это идет профилактика наших всех инфекционных заболеваний основных. Для борьбы с конкретными инфекциями нужны определенные антитела, которые вырабатываются специфическим иммунитетом. В его формировании участвует вакцинация. Также, как и во время болезни, после введения сыворотки организмом начинается выработка антител против инфекций. Вакцинация не гарантирует на 100%, что привитый ребенок не заболеет во время эпидемии. Но если это случится, он перенесет болезнь легче, поскольку в его крови будут соответствующие антитела, отмечают специалисты. Я как мама, мне вот ребеночку 4 годика, мы своевременно получали все прививки. Ни одну прививку мы не пропускали. Всегда привычки получаем. Я считаю, что прививки положено, получать нужно. Ну, это лично мое мнение, что деткам нужно ставить прививки. Потому что это борьба с вирусом, наверное, в первую очередь, с инфекциями. И многие отказываются, но я считаю, что надо прививки ставить деткам. Ну, как ребенок прививки получает, как положено. Три дня мы сидим дома, потом последующие мы не болеем. Стараемся. Ну, в садик ходит ребенок, но меньше болеем, чем другие детки. Прививка КДС – эффективный метод профилактики таких опасных инфекций, как столбняк, оклюш и дифтерия. Действие вакцины сводится к развитию иммунного ответа у малыша, чтобы впоследствии организм ребенка смог справиться с патогенными агентами. После инъекции токсины и микробные частички имитируют развитие инфекции. Это запускает синтез защитных факторов, позволяет выработать стойкий иммунитет к инфекциям. Благодаря этим прививкам мы победили такие серьезные инфекции, как оспа, корь, коклюш тот же самый, менингиты. Сейчас у нас пневмония под контролем, так как введена пневмококковая инфекция не так давно. Недавно была эпидемия кори, которую мы также побеждали с помощью этих вакцин, прививок. Поэтому призываем всех мамочек, всех родителей не отказываться от прививок и получать их. Это делается не во вред, это делается в пользу. Ни один врач не делает прививку без осмотра, естественно, на здоровом фоне ребенка. В каждой вакцине есть противопоказания, требующие неукоснительного соблюдения. Если у ребенка наблюдается анафилактические реакции на компоненты прививки, были тяжелые реакции на предыдущую вакцинацию, энцефалит, анафилактический шок, у ребенка есть неврологические болезни. Есть острые заболевания, в таком случае вакцинация проводится после выздоровления. Наблюдается обострение хронических болезней, также вакцинирует после выздоровления. Ребенок родился недоношенным. Далее в программе мы разберем основное составляющее здорового образа жизни – правильное питание. Почему так важно питаться правильно, на что это влияет и каких изменений ждать при переходе на ПП? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Внимание на экран. Очень трудно переоценить значение питания для здоровья человека, ведь от него зависит то, как мы себя чувствуем. В наше время особое внимание уделяется тому, чтобы правильное питание привлекало как можно большее количество людей, так как в 21 веке многие отдают предпочтение фастфуду. Но, как всем известно, гамбургеры и другая вредная пища становятся причиной ожирения и различных заболеваний. За 10 месяцев нынешнего 2019 года кабинет питания посетили 1260 человек. Все прошли на анализаторе массы тела. Это у нас такой имеется прибор, где это показывает все данные нашего состояния. В общем, показывает, сколько в организме жидкости, белка, жира, масса тела, индекс массы тела, состояние мышц. И также мы всем распечатку даем, где имеется отклонение от нормы. Мы всех направляем на консультацию к терапевту. У нас есть терапевт, у нас есть психологи, у нас есть тюрист, все могут получить консультацию бесплатно, врач-дерматолог, имеется антитабачный кабинет, у нас есть тренажерный зал и есть душевая кабинка, все услуги бесплатные. И поэтому все у нас желающие, у нас сейчас идут каникулы у подростков, посещение хорошее. За три дня посетили кабинет питания 45 человек. С каждым годом проблема правильного питания становится все более острая. Люди уже давно забыли о том, что утоление голода – это обыкновенная жизненная потребность. На прилавках магазинов можно увидеть огромный ассортимент разнообразной еды, которая не только не приносит пользу, но и причиняет вред человеческому организму. Искусственные красители, ароматизаторы и другие вредности, которых множество в современной пище точно не добавят вам здоровья. Советы, как сохранить и укрепить свое здоровье. Первое, что мы делаем, разбираем, как они кушают, имеется ли у них рацион какой, что они больше предпочитают. Если неправильное питание, мы им говорим, что надо делать и убираем все эти продукты, которые они употребляют. Мы говорим, неправильное питание. Это газированные напитки, это наши энергонапитки, которые разрушают организм. Например, энергонапиток 0,5 баночка содержит 64 грамма сахара. И там все эти добавки и все вещества, особенно кофеин вреден, разрушает центральную нервную систему, вызывает аллергию, бессонницу. И кто при частом употреблении может вызвать онкопатологию головного мозга. Затем мы говорим, такие напитки, как кола. Кока-кола содержит в 1 баночке 53 грамма сахара. Это много. При норме сахара в день 30-40 грамм. Это 6-8 чайных ложечек. Поэтому такие напитки мы не рекомендуем. Пищевые эти все добавки, все красители, они не подходят для молодого развивающего организма. А что они должны пить? Пить такие напитки, как компот из сухофруктов или натуральных ягод. Затем молочные продукты в рационе должны быть постоянно, каждый день пить воду. Какой объем воды должен каждый употреблять? Это мы просчитываем, смотрим на анализаторе. И затем зависит от веса. На 1 килограмм массы тела с 14 лет уже идет, как и взрослому, 30 миллилитров. Детям с 10 до 14 лет там идет 40 миллилитров. И вот мы, зная вес, уже определили, умножаем на 0,03. И получается объем жидкости, сколько надо выпить. Вода, есть вода. А компот, чай, молоко – это еда. Поэтому ребята уже разбираясь, все это делают правильно. И у кого был дефицит массы тела, через 3 месяца приходит, уже набирает немножечко, вес выравнивается. Вот из 1260 у нас прошли с дефицитом массы тела – это 193 человека. Это 15,3%. Избыточная масса тела – 152. Это 12,1%. Ожирение – 128. Это 10,2%. Все это мы контролируем, проводим обязательно анализ и всех отправляем на консультацию. При ожирении мы немедленно отправляем терапевту, чтобы они сдали анализ сахар, сахар крови, глюкоза или холестерин. Все это они должны контролировать и смотреть. Затем мы рекомендуем обязательно, чтобы был полный, правильный рацион питания. Это 4-х или 5-разовое. Вот у нас даже имеется наглядно примерный рацион. Завтрак – 30%, перекус – 10%, обед – 30%, перекус – 10% и ужин – 20%. Ужин должен быть более легкий за 2-3 часа до сна, и час перед сном мы выпиваем кефир, стакан кефира. Таким образом, ребята уже многие не завтракали, а потом уже все перестроились, посетили наш тренажерный зал. Они поняли, что это надо правильно делать, и у них меняется мышление. А мы же говорим, что такое здоровый образ жизни? Это первое – правильное питание, физическая активность и избавляемся от редных привычек. От неправильного питания в первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт, также ухудшается состояние кожи. Очень сильно страдает печень и, конечно же, оказывается большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А те, кто не хотят потолстеть, наоборот, стараются сидеть на разных диетах. И недо получают в связи с этим большого количества полезных веществ. Это приводит к снижению работоспособности. Ведь человек, который сидит на диете, становится вялым, теряет интерес к жизни и страдает целым рядом заболеваний. Важно помнить, что правильное питание является самой важной частью жизнедеятельности человека. В Казахстане внедряется программа управления заболеваниями. Что в нее входит и на что она направлена, расскажет заместитель главного врача городской поликлиники РСТ Создак. С хроническими заболеваниями на улучшение качества их жизни, снижение осложнений от этих заболеваний. В программу управления заболеваниями входит пациент с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом второго типа. В Акмольдской области программа управления заболеваниями внедряется с сентября 2018 года и охватывает на сегодняшний день 29 924 человека, что составляет 30% от количества диспансерных больных этой группы. Ключевым компонентом программы управления заболеваниями является эффективное взаимодействие активного, грамотного пациента с хроническими заболеваниями, с членами мультисциплинарной команды, в которую входят врачи разной специальности, среднемедицинские работники, психологи, социальные работники и специалисты школ здоровья. Внедрение программы позволит нам улучшить качество жизни пациента, снизить количество осложнений, количество госпитализаций, скорой помощи вызовов и также снижение смертности от этих заболеваний. Если пациент ПУС входит, возьмет в свои руки свое здоровье и будет контролировать свои показатели, показатели крови, мочи и других параметров, то он сможет жить полной жизнью, не боясь осложнений. Для того, чтобы популяризировать данный метод, проводится конкурс среди пациентов название «Лучший пациент ПУС». В Акмольдской области данный конкурс проводится с 1 по 7 ноября. Выбирается лучший пациент, который от организации уже участвует в областном конкурсе на лучшего пациента ПУС. А далее мы будем участвовать в республиканском конкурсе. Критериями отбора являются длительность заболевания, длительность участия пациента в ПУС, его приверженность к лечению, его достижения целевых индикаторов, в том числе частота развития таких осложнений во время участия в ПУС. Совместными усилиями, я думаю, что мы можем добиться больше информированности и больших результатов у больных, которые участвуют в этой программе. С момента внедрения уже прошел год, и с момента внедрения этой программы мы уже видим определенные результаты. То есть у нас есть индикаторы, по которым мы работаем с определенной категорией больных. У больных с сахарным диабетом это снижение гликированного гемоглобина ниже 7 ммоль на литр, например, один из индикаторов. У больных с артериальной гипертензией снижение артериального давления 140 на 90 и ниже. Это тоже является хорошим показателем контроля над лечением заболевания. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Зарина Дюсикеева. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова